Слабый принцип Хасса гласит, две невырожденные квадратичные формы с рациональными коэффициентами эквивалентны, то есть переводятся линейные замены переменных с рациональными коэффициентами одна в другую, тогда и только тогда, когда они эквивалентны над всеми полями поэдических чисел, в том числе, когда p равно минус единице, то есть над полем вещественных чисел. Сильный принцип Хасса. Невырожденная квадратичная форма с рациональными коэффициентами представляет нуль, ну то есть есть такие, не все нулевые переменные, что квадратичная форма от них равна нулю, тогда и только тогда, когда она нетривиально представляет нуль во всех поэдических числах, ну в том числе, опять-таки, включая вещественные числа. На самом деле верны оба, и слабый, и сильный принцип. И довольно просто вывести слабый принцип из сильного. Давайте это сейчас сделаем, просто чтобы хотя бы как-то начать с этим разбираться. Вот смотрите, пусть мы считаем, что сильный принцип Хассе верен. Возьмем тогда какие-то две невырожденные формы, F и G. Пусть они эквивалентны над всеми полями поэдических чисел, включая вещественные. Тогда их разность нетривиально представляет нуль над всеми полями поэдических чисел, включая вещественные. И, соответственно, мы можем применить сильный принцип Хассе. Раз разность нетривиально представляет над всеми полями поэдических чисел, включая R, то и эта разность, рассматриваемая как форма с рациональными коэффициентами, тоже нетривиально представляет нуль. Мы доказывали Лемму, что если форма F минус G нетривиально представляет нуль, то тогда есть такое ненулевое число, заметьте, уже рациональное, что F равно этому числу и G равно этому числу для каких-то переменных. Замечательно. Значит, есть такое ненулевое число С, что обе квадратичные формы, нас интересующие, его представляют. Тогда мы можем сделать замену переменных и превратить обе эти формы в такую. Вот была форма F, а стала форма Cх квадрат плюс какая-то невырожденная квадратичная форма. И форма G тоже приобретает вид C, Y квадрат плюс какая-то невырожденная форма. А дальше применяем Лемму, вид-то. Если у нас формы F и G мы привели к такому виду, вот это была какая-то форма F, вот это вот от остальных переменных, да, а вот это была форма G. Заметьте, это на национальные числа мы привели к такому виду, то по Лемму, вид-то F1 и G1, мы сейчас применяем ее ко всем полям по этическим чиселам и к веществам, F1 и G1 тоже будут эквивалентны, но у них уже перемен на одну меньше. Поэтому мы можем считать, что для них по индукции мы уже все доказали. Ну, согласитесь, доказательство очень несложное, то есть нужно всего лишь помнить Лемму, вид-то. Итак, слабый принцип Хасса очень просто, при помощи Леммы, вид-то, следует из сильного принципа Хасса. Поэтому мы сейчас будем доказывать, конечно, сильный принцип Хасса. Еще его называют теорема Минковского Хасса. Нужно последовательно разбирать случаи формы от двух переменных. Ну, для одной переменной это такое странное утверждение, потому что просто не бывает нетривиального представления нуля у невырожденной формы от одной переменной. Так вот, от двух переменных, от трех. От трех это самый тяжелый случай, и он называется теорема Лежантра. Дальше от четырех, от пяти и так далее. Там уже будет все совсем просто. Мы это увидим, что никаких проблем не будет. Важная черта доказательства, которая у нас сейчас будет, оно использует теорему Терехле о простых числах в арифметической прогрессии. Увидите, когда это будет. Для перехода от теоремы Лежандра к четырем и дальше переменным нужна теорема Терехле. В принципе, в науке можно без нее обойтись существенно более трудными рассуждениями, но все-таки мы сейчас будем использовать теорему Терехле о простых числах в арифметической прогрессии, потому что с ней намного легче. Начинаем работу. Две переменные. Это что такое? Можно привести к диагональному виду, конечно, любую форму. Это АХ квадрат плюс БУ квадрат. Давайте на А умножим, А спрячем внутрь, то есть напишем АХ в квадрате плюс АБ, и получится, что фактически мы должны разобраться с такой квадратичной формой. С такой квадратичной формой, где А и Б какие-то... Можно считать целые, потому что в случае чего-то делаем за генемпеременным и на какой-то квадрат умножим. А и Б можно считать целыми, не нулевыми числами. И вот надо доказать, что если такое уравнение имеет нетривиальное решение над всеми полями поэтических чисел, включая поле вещественных чисел, то тогда у него есть решение и в рациональных числах. Это совсем просто. Во-первых, есть решение вещественных числах. Это значит, что число АБ должно быть отрицательным. Потому что если бы АБ было положительным числом, то в вещественных числах нетривиального решения не было бы. Значит, АБ это минус произведения каких-то степеней простых числа. Будем считать, что по этим подводят ДПН разные простые числа. Если все показатели альфа-1 и так далее, альфа-1 нечетные числа, то, разумеется, тогда есть решение в рациональных числах. Ну и в поэтических тем более, потому что если есть решение в рациональных, то есть и во всех порядках поэтических. Значит, нужно разобрать ситуацию, когда какой-то из показателей нечетный. Представьте себе, какой-то там альфа-1 это нечетное число. Ну а тогда не будет решения в рациональных числах, конечно, и в поле пк для альфа-1 числах уже не будет. Для двух переменных теорема Минковского-Хасса абсолютно очевидна. Никаких трудных соображений не нужно. Абсолютно очевидное утверждение. Теперь для трех. На самом деле я уже рассказывал в этом курсе доказательства теоремы Лежандра даже двумя способами. Но давайте сейчас еще одним способом разберем. Еще один способ доказательства теоремы Лежандра. Смотрите, вот у нас есть квадратичная форма. А1-Х1 в квадрате плюс А2-Х2 в квадрате плюс А3-Х3 в квадрате. Мы можем намножить на минус А1. И тогда получится вот такая форма. Обозначаем А1-Х1 в углу из этого. И получаем тогда А1-Х2 плюс В2-Х2 минус А2. Можно считать А и В целыми. Потому что в случае чего делаем замену, чтобы целое число изнутри переменной в квадрате. Еще можно считать, что в А и В нет квадратов, раз в трех чисел. Потому что если есть квадрат, то мы наоборот его сможем доказывать будем индукцией по сумме модуль А плюс модуль В. База индукции, смотрите, пусть у нас В равна единица, плюс-минус единица, А равна плюс-минус единица, тогда какие формы нас интересуют? Минус Z квадрат, то ли плюс, то ли минус X квадрат, то ли плюс, то ли минус Y квадрат. Ну, согласитесь, что здесь все ясно. Если все три минуса, то эта форма не представляет. Мы над акциональными числами, нетривиально, мы над вещественными не представляем. А если есть хотя бы один плюсик, то наоборот везде представляет. Так что база индукции здесь абсолютно очевидна. Теперь индукционный переход. Поскольку аргумент входит симметрично, можно считать, что модуль А не больше, чем модуль В. Разложим В на простые множители. Мы не знаем, какое положительное или отрицательное. Поэтому напишем так, то ли плюс, то ли минус, и дальше какие-то простые числа в первых степенях. Это разные простые числа. Тогда, смотрите, если у нас есть решение в ПКТ, это одно из тех чисел по 1ТТБ, антических числах, то в таком случае вот такое вот сравнение, минус Z квадрат, плюс АХ квадрат, то есть Б делится на ПКТ, должно иметь нетривиальное решение. То есть тройка X, Y, Z, где хотя бы одна из этих переменных не делится на ПКТ. Докажем, что А обязательно будет квадрат по модулю В. Для этого, по китайской теории об остатках, достаточно доказать, что А квадрат по модулю В1, по модулю В2 и так далее по модулю В. Ну вот, смотрите, такое сравнение у нас должно иметь нетривиальное решение. Теперь смотрим вариант. Если А делится на ПКТ, то, естественно, что это квадрат. Уже все. Ноль – это квадрат. Значит, можно считать, что А не делится на ПКТ. Смотрим такой вариант. Z делится на ПКТ. Тогда вот это будет делиться на ПКТ в квадрате. Это будет делиться на ПКТ. Значит, X должен делиться на ПКТ. И вот это слагаемо тогда делится на ПКТ в квадрате. Значит, это делится на ПКТ в квадрате. Это делится на ПКТ в квадрате. И значит, Y должно делиться на ПКТ. Все числа x, y и z делятся на bkd, а мы уже предполагаем, что это не так. Значит, случай, когда z делится на bkd, невозможен. Если не делится, у нас получается, что z квадрат сравнимо с ax квадрат по модуру bkd. При этом x должно не делиться на bkd, а значит, а это квадрат, потому что мы умножим это сравнение на квадрат элемента обратного к x по модуру bkd. Что означает, что а это квадрат по модуру b? Это означает, что есть такое число t, что а сравнило с t квадрат по модуру b. Мы можем число t заменить на его остаток от деления на b. Причем, если нужно, еще b вычтем, мы можем сделать так. Чтобы t по модулю было не больше, чем b пола. А это означает, что c, это t квадрат минус а делить на b. И значит, по модулю c получается не больше, чем b квадрат делить на 4, а это не больше, чем b. Не больше, чем модуль b делить на 4 плюс 1. А это меньше модуль b, поскольку мы уже помним, что модуль b больше или равен на 2. Когда а и b это единицы, то мы уже разобрали, это была база индуцией. Значит, c у нас по модулю меньше, чем b. И у нас есть вот это равенство. bc равно t квадрат минус а. И нас интересует значение символа Гильберта чисел а, b над полем рациональных чисел. То есть мы хотим доказать, что оно над полем рациональных чисел равно единице, если оно равно единице над всеми полями поэтических чисел, включая равную бесконечность. А у нас есть такое свойство символа Гильберта. Когда мы, собственно, изучали символ Гильберта, у нас была такая штука, что если а, b, c равно единице, то тогда равенство а, b равно единице равносильно равенству а, c равно единице. Напомним, как это доказывали. Во время исследования уравнений Белли у нас часто такая штука была. Предположим, что у этого уравнения есть решение, у этого есть решение. Тогда перемножим, здесь получится, c умножить на b квадрат, y квадрат. А здесь t минус корень за умножить на t плюс корень за. Здесь z минус x корень за умножить на z плюс x корень за. И сгруппируем скобки. И получается, мы это много раз уже делали, когда изучали уравнение Белли. Вот, и таким образом получается, что c умножить на какой-то квадрат, это некое, там, z квадрат минус а, x квадрат. И наоборот, если у нас есть какие-то здесь нетривиальные числа y, z и x, то в таком случае мы умножим вот это равенство подчленное на это, и получится b, c квадрат, y квадрат равно, там уже, в общем, там то же самое происходит. Вот, и смотрите, к чему мы все делаем. К числам а и с. Раньше у нас были числа а и b, а теперь а и с. При этом с меньше, чем и b. Идукция прошла. Сумма модулей а и с меньше суммы модулей а и б. Мы доказали теорему Режуандра, то есть разобрали случай трех переменных. Займемся случаем формы от четырех переменных. Можно, разумеется, считать числа а1, а2, а3, а4 целыми, ненуевыми. Считать, что ни одно из них не делится на квадрат простого числа, ну, потому что можно занести внутрь переменной любой квадрат. И можно считать, поскольку над полем вещественных чисел форма должна представлять нуль нетривиальный, что, скажем, а1 больше нуля и а4 меньше нуля. Но в случае чего переставим. Слагаемая. Рассмотрим две формы. f это а1 х1 квадрат плюс а2 х2 квадрат, что называется левая половинка, и g это минус а3 х3 квадрат минус а4 х4 квадрат. Тогда f минус g в любом поле вещественных чисел и в поле вещественных чисел нетривиально представляет нуль. А мы должны доказать, что f минус g представляет нетривиальный нуль на поле рациональных чисел. Давайте рассмотрим множество всех простых чисел, являющихся делителями хотя бы одного из чисел а1, а2, а3, а4. К ним еще двойку добавим. И рассмотрев соответствующие поля вещественных чисел, получим, что вот есть такие числа, какой-то там bp, да, для такого bp, что bp это нетривиально представляется на поле вещественных чисел формой f, и оно же представляется формой g. У нас была такая линия, что вот если есть невынужденная форма f и g, то разность в любом поле, это, наверное, верно, разность нетривиально представляет нуль тогда и только тогда, когда существует ненулевое число, которое представимо и формой f, и формой g. Разумеется, чуть-чуть подправив в случае чего неизвестное, можно считать, что bp это целое проемическое число, которое делится на b не более, чем в первой степени. На простое чего неизвестное на нужную степень b разделим. Вот теперь мы приближаемся к очень быстрому применению, оно вот здесь все решает, в великой теоремой делегия простых числах афематической прогрессии. Смотрите, вот она, та самая афематическая прогрессия. Мы рассматриваем систему сравнений. По китайской теории об остатках, c существует и определено по модулю 16 умножить на b в квадрате и так далее умножить на b в квадрате. Вот единственная проблема. c может быть с каким-то общим делителем, вот с этим числом. Ведь тут написано не более, чем в первой степени. Случайно может так оказаться, что, скажем, b в первое делится на b в первое. Поэтому сказать, что c можно взять простым числом, я не могу. Но чуть-чуть. Смотрите, что я могу сделать. m это та самая штука, по китайской теории об остатках. Наибольший общий делитель c и m обозначаем числом d. И рассматриваем прогрессию, которая уже соответствует условиям теоремы делителя. Там же должно было быть как? В прогрессии начальный член, который взаимно прост с разностью прогрессии. Вот вам два числа. c разделить на d и m разделить на d. Конечно, они взаимно просты. Иначе для не было бы наибольшим общим делителем. Так вот, в этой прогрессии есть простое число. Такое число q, что c разделить на d плюс m и m, ну, какой-то член, да? У нас разность, я не знаю, мы взяли на d, мы сколько-то шагов сделали, получили простое число. Что означает это правительство? Что c по модулю m сравнило с d на d умножить. Получается, что c – это dq минус m и m. Так вот, господа, именно такое число c, не произвольное, которое здесь получилось, нет, а именно такое число мы вот здесь вот возьмем. давайте посмотрим, что у нас тогда будет. Во-первых, вот это вот, это форма от трех переменных, потому что f была от двух переменных и добавилась еще новая переменная y. Так, то есть я даже все-таки напишу, здесь вместо c минус d, это, мне кажется, такое понятное. Минус dq, здесь уже самое минус dq. Я хочу доказать, что вот эта форма представляет антривиальную ноль над всеми полями дворических чисел, в том числе над вещественными числами. Ну, про вещественные числа это совсем просто. Потому что вы помните, что у f был коэффициент a1, который больше ноль, а вот здесь коэффициент минш. Поэтому с вещественными числами все в порядке. То же самое у формы g был коэффициент минус a4, при этом a4 было меньше ноль, а точнее минус a4 было больше ноль, а это меньше, и все опять же, существенные числами все в порядке. Теперь, берем какое-то простое число из вот этих двойка, b1 и так далее, bs. Смотрите, мы же специально брали сравнение так, чтобы число c, ну, вот это вот самое наше, dq, было сравнимо с соответствующим b. И значит, если вы посмотрите на их частное в соответствующем поле по количеству этих чисел, то это будет квадрат. Вы специально здесь это сказали, не более чем на p в первой степени, поэтому когда вы поделите на вот здесь вот b, p первое, то у вас может быть, по-моему, уже будет не b1 квадрат, а просто по-моему, но все-таки будет сравнимо с единицей, а все-таки числа это квадраты. То же самое, здесь у вас сравнение после деления может превратиться в сравнение по модулю 8, но будет сравнимо с единицей, а все-таки числа квадраты. Вот. А это означает, что, если мы вспомним вот это вот условие, у нас же эти b-шки не просто так набираются, b, p, это представимо формой f, да, и формой уже это, это тоже. Вот. Если мы здесь поставим b-b-t, то будет непривиальное представление над полем соответствующих поэтических чисел. Но если квадрат меняем, то это ни на что не влияет, эти внутренние переменные можно загнать. Таким образом, для всех чисел 2, поэтины, и так далее, поэтины, и для поле вещественных чисел у нас все замечательно. Так. Берем теперь какое-нибудь совсем-совсем произвольно простое число, которое и не равно q, и не равно двой, и не равно двой, и не равно пресном. Тогда в этой форме у нас все коэффициенты это обратимые элементы. А для нечетного простого числа форма трехпеременной, у которой все коэффициенты обратимы, нетривиально представляет ноль, когда изучают символ гильберта, и все это считали. Это совсем простое утверждение, много раз уже оно встречалось. Значит, что это совсем произвольное число бессмысленно смотреть. Осталось одно число пунктов. И вот здесь мы применяем свойства символа гильберта. Помните, произведение символа гильберта, взятое по всем простым числам, включая всеронечность, это единица. если мы проверили для всех простых чисел, кроме ху, и для общественного ху, то ху можно не проверять. Потому что не бывает, чтобы символ гильберта для одного отличался от единицы, а все остальные значения, что всегда представимость формы трех переменных нарушается в четном числе полей. Произведение символов гильберта это единица. Значит, для одного числа ху, и в этом собственно есть идея, зачем нужна теорема теоремии в простых числах и фактической прогрессии, для одного простого числа ху мы можем ничего не проверять. Остальных достаточно. Для него тоже будет все хорошо. А теперь вспоминаем теорему джанку. Вот у нас есть форма от трех переменных. она во всех порядках вещественных числах представляет ноль. Значит, есть интервиальное представление национальных числов. И здесь то же самое. Все. Значит, число джанку предсто предстоит как формы F так и формы G. В случае пяти переменных можно считать, что А1 больше нуля, А5 меньше нуля. Можно считать, что числа А1, А2 и так далее, А5 свободны от квадратов простых чисел, целы. В общем, все идет так же, как в рассуждениях про n равно четырем и ту же самую систему сравнений надо выписать и найти то самое число C равное DQ. Все ровно так же. За единственным таким вот исключением. Смотрите, форма F минус CY квадрат это у вас от трех и и поэтому она если во всех полях кроме может быть некоторых полигонических чисел представляет нутрию, то в таком случае по свойству символа Гильберг что произведение равно единице она будет представлять и полигонических чисел. Так что здесь вступление строго такое же как для случая n равно 4. А здесь нет, потому что здесь форма от четырех минусов. числа рассмотрите Q у нас нечетное число Q нечетное число и G форма трех переменных при этом вот эти вот числа третья, четвертая, пятая не делятся на Q это означает что вот эта вот форма нетривиально представляет нутри над квадратическими числами. а значит она представляет все числа мы это доказываем если есть нетривиальное представление нуля то форма представляет все элементы. Ну вот вот так для пяти получается то есть у нас над всеми полями поэтических чисел и над вещественными вот эта вот форма представляет нуль значит инотракциональная потому что пять четырех переменных мы уже доказали значит число C представимо как какое-то значение формы G и точно там число C представимо как какое-то значение формы F ну значит F минус G в соответствующей точке это будет C минус C то есть ноль теперь что делать если переменных больше чем если n больше пяти то доказательство такое собственно две строчки на правой доске внизу из формы в которой n слагаемых вида а1 и x1 в квадрате а2 и x2 в квадрате а1 и xn в квадрате выберем 5 переменных так чтобы получилась форма от 5 переменных которая нетривиально представляет ноль над полем вещественных чисел проще говоря если все коэффициенты а положительные то тогда конечно ожидать решение в рациональных чиселах невозможно потому что даже вещественных нет и то же самое если все числа а отрицательные тоже ничего не получится значит среди коэффициентов есть хотя бы один положительный хотя бы один отрицательный вот мы их возьмем и еще 3 произвольных получаем форму от 5 переменных она нетривиально представляет ноль над вещественными числами и применяем лему оказывается если взять любое поле квадратических чисел q может быть и двойкой и не двойкой неважно то любая форма от 5 переменных нетривиально представляет ноль давайте поймем как это лемма доказывается потому что как только мы это сделаем доказательство теремии Менковского Хасса будет закончено если q нечетное число то все абсолютно понятно вот смотрите ведь у нас форма от 5 переменных диагональная может быть разбита на 2 отдельно возьмем те где коэффициент делится на нечетную степень числа p и отдельно где коэффициент делится на четную степень хотя бы в одной из этих двух форм будет 3 слагаемых или больше ну потому что 5 пополам больше двух а когда 3 слагаемых ну скажем у них коэффициенты все не делятся на p обратимые элементы то я уже много раз говорил что тогда форма представляет нуль а если 3 слагаемых и у всех делятся на p в первой степени ну вынесем это p за скобку и получим то же самое коэффициенты ни один из которых не делится на p так что для нечетного ситуация абсолютно понятная случай когда q равно двум ой требует к сожалению просто перебора случаев вот я на левой доске аккуратно разобрал все случаи сейчас расскажу как для q равно двум смотрите мы берем любую форму от пяти переменных считаем что коэффициенты это целые дваадические числа и разумеется освобождаем их от квадратов то есть каждый коэффициент это или обратимый элемент то есть не делящийся на 2 или 2 умножить на обратимый элемент поскольку можно в случае чего форму умножить на 2 и от этого то представляет она или не представляет не изменится то можно считать что обратимых больше чем необратимых всего у нас 5 коэффициентов поэтому хотя бы 3 будут обратимые вот смотрите если у нас есть 3 обратимых и 1 делящийся на 2 это разобрано внизу мы считаем что альфа это не чертные числа вот здесь сейчас расскажу как это очень легко а если у нас нет ни одного чертного коэффициента ну тогда все коэффициенты не чертные давайте с этого начнем вот у нас есть не чертные числа рассмотрим сумму альфа 1 и альфа 2 это чертное число если оно делится на 4 то берем х1 и х2 единицами х3 и х4 и получаем уже на вот этих первых четырех излагаемых число делящееся на 4 давайте его обозначим 4 бета если же у нас нет вот среди первых четырех коэффициентов таких что сумма делится на 4 то обязательно она все время делится на 2 но не делится на 4 то есть достаточно смотреть такой ситуации когда альфа 1 плюс альфа 2 дает остаток 2 и альфа 3 плюс альфа 4 тоже берем все первые четыре х единицами и в обоих случаях мы сумели добиться что сумма этих первых четырех слагаемых это какое-то число 4 бета где бета целая логическое число при этом заметьте пожалуйста хотя бы одна из неизвестных не делится на 2 теперь осталось взять в качестве из 5 2 бета и обнаруживаем что у нас здесь посмотреть что будет если бета четная то делится на 8 оба слагаем если бета не четная то при делении на 8 оба слагаемых дают остаток 4 ну или если угодно так что я сделал 4 бета увеличится за скобку тогда будет 1 плюс альфа пятая умножить на бета и становится совсем еще вот так мы разобрали случай когда все коэффициенты нечетные если у нас есть три нечетных коэффициента и один четный ситуация не сложим ничем только что была даже короче немножко смотрите альфа 1 плюс альфа 2 будет обязательно поскольку они нечетные четкое число обозначаем его 2бета и подставляем в качестве четвертого х это самое число бета х4 равно бета х1 и х2 равны единице у нас получилось делящееся на 4 число давайте его обозначим 4 гамма после этого вместо х3 подставляем 2 гамма тогда 4 гамма плюс альфа 3 умножить на 2 гамма в квадрате видно что делится на 8 осталось вспомнить лимон подъем если значение более двореческих чисел квадратичной формы делится на 8 а производная в одной из переменных делится только на 2 в первой степени а у нас около такая ситуация то тогда есть нетривиальный 0 мы можем поднять делимость на 8 на следующую степень следующую 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 это такая типичная ситуация лимон о подъеме лимон доказана лимон мы хотели доказана а значит доказана и ситуация теоремы Митковского Хасса когда n больше 5 между прочим из того что мы сказали следует замечательная теорема Мейера вот смотрите что мы сейчас фактически объяснили что для форм от 5 и большего числа переменных представимость нуля поле гуагических чисел не зависит от форм для всех форм есть представимость и мы доказали теорему Минковского Хасса то есть что когда переменных 5 или больше то единственное что важно представляется нуль в поле вещественных чисел или нет то есть если вам дают форму с рациональными дефицентами которые 5 или больше переменных и при приведении к диагональному виду там есть дефиценты разного знака то в рациональных числах есть нетривиальное представление нуля это называется теорема Мейера мы ее сейчас тоже доказали поскольку доказали теорему Минковского Хасса